Я не знала куда я иду. Спасите меня. Это просто поиздевалась надо мной, я ничего плохого не сделала. Девочки и мальчики, всем привет, добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Жанна, я парикмахер. И в этой рубрике мы с вами обсуждаем самые трешовые и ужасные случаи. И я делаю реакции на всякие бьюти-скандальчики в сфере волос. И сегодня у нас с вами будет необычайно интересный скандал. Который на ютубе собрал больше 100 тысяч просмотров. И я как парикмахер просто не могу остаться в стороне. И мне очень хочется прокомментировать. В общем, суть сегодняшнего скандала. Девушка пошла моделью на мастер-класс к мастеру. Ее не устроило результат. И потом она вымогала деньги у мастера. В общем, все как вы любите. Грязные подробности, испорченные волосы и публичный срач в сториз. Давайте смотреть. Беру тебя на отработку. Что такое отработка, честно, для меня это непонятно. Она мне не рассказала, что это такое. Она говорит, ну ты не переживай, как бы, все будет хорошо. Мастера, то есть это не первые, которые только-только учатся. А парикмахеры с опытом. Думаю, ну вообще прекрасно тогда. Не должно быть каких-то косяков и так далее. Ну, то есть не было у меня в голове, что что-то пойдет не так или куда-то я иду не туда. То есть все как бы, ну нормально. Думаю, деньги плачу тем более. Что может быть такого плохого, да? У нее окрашивание стоит 9 тысяч рублей. Вот это вот сложное окрашивание. Она берет такую сумму. Она говорит, у меня уже был мастер-класс. Все остались довольны. Девочки тоже были довольны. То есть не переживай, все будет хорошо. То есть она меня заверила, что все будет хорошо. Ничего такого страшного не будет. О, девочки и мальчики, я просто удивляюсь наивностью моделей, которые идут к мастерам на мастер-класс и надеются получить такое же окрашивание, только дешевле. Во-первых, всегда при отработке на мастер-классах мастер в лучшем случае показывает это на одной модели. Все остальные модели, это 5, 6, 10 человек даже могут быть, они садятся как бы к ученикам, которые только что просмотрели какой-то, ну скажем так, да, обучающий материал по той или иной технике окрашивания. Более того, редко бывает так, что группы мастеров, да, они распределяются по подготовке. Допустим, новички, там более опытные мастера или там совсем звезды, да, парикмейшерского искусства. Нет, как раз таки на вот таких вот небольших семинарах это просто какая-то солянка. Из мастеров, которые только вчера вышли из ПТУ или там более опытных, которые пытаются как-то развиваться в профессии. Ни стоимость окрашивания у мастера-преподавателя, ни там какая-то люксовая косметика нам вообще ничего не гарантирует. И я как работающий мастер, который регулярно проходит какие-то повышения квалификации, я всегда акцентирую внимание на том, что девочки, не ходите вы моделями, если вам дороги ваши волосы. В большинстве случаев, когда вы побываете моделью, это все закончится слезами дома в подушку. Зачем оно вам надо? Или вы потом будете идти и случайно встретите вашего бывшего вместе с такой ужасной покраской. Дочке, а как часто вы следите за бывшими, смотрите истории или вам хотелось бы посмотреть, но только нет такой возможности? Или бывает так, что знакомишься с парнем или с девушкой в Тиндере и интересно узнать всю подноготную, которую могут рассказать в соцсети. Я хочу вам рассказать о классном сервисе Инсташпион, который вы можете попробовать всего за 1 рубль. И с Инсташпионом можно узнать все об интересующем тебя человеке, проследить аж за 19 типами активности в социальных сетях. И девочки, знаете, так бывает, что знакомишься с человеком онлайн и вроде бы у него совершенно неактивные социальные сети. Так вот, с сервисом Инсташпион ты сможешь узнать, на кого этот человек подписывается, кому ставит лайки и какие истории он делает только для друзей. Таким образом, вычислить типичного мудака из Тиндера у вас не составит никакого труда. А самая хорошая и приятная новость на сегодня состоит в том, что первыми тремя днями в сервисе вы можете пользоваться всего лишь за 1 рубль. И таким образом вы сможете узнать об интересующем вас человеке абсолютно всю информацию. Вам не нужно создавать никаких левых аккаунтов, не ждать какого-то одобрения от него. Мне кажется, 1 рубль это вообще ничего по сравнению с той информацией, которую можно узнать. В общем, узнавайте все о своем бывшем или новом краше с сервисом Инсташпион. Ссылочка в описании. Ну, давайте смотреть, как развивались события. Вот, видите, меня будут какими-то кистителями красить. Так что будем надеяться, что у меня все ок. У нас и на обед. Я как раз пришла, уже девушку одну покрасили. Ну, вот, обучались на ней. Чай, печенюшки. Ну, я такое не ела, у меня все с собой. Я с собой орехи взяла на дальнюю. Я уже поела, так что, сытая. Ладно, посмотрим, что получится. Ну что, 6 часов прошло, и я только встала. У меня спина затекла, я не могу. Но, видите, у меня плохое, тоненькие прядочки, прям тонюсенькие. Ну, блин, надеяться на результат только. Осталось еще, наверное, вот 40. И все, я вам попробую еще потом. В целом, вот, как бы, самый главный минус быть моделью, это то, что на вас будут обучаться в большинстве случаев новички. И даже если они новички не в парикмахерском деле, да, но люди только что, допустим, да, по тому, как показывал мастер, они увидели новую технику, и они это будут повторять. То есть, априори, вне зависимости от уровня подготовки, на моделях обучаются всегда новички. И вы, когда идете моделью на тот или иной мастер-класс, вы должны держать это в голове, давать себе отчет. И даже если это проходит под четким надзором мастера-преподавателя, который может быть именитым и безумно талантливым, все равно не исключен тот факт, что вам попадется просто какой-то жопорукий стилист, который вам испортит волосы максимально, да, потому что когда много моделей, мастер-преподаватель, он один, да, либо он один и у него есть помощник, все равно этого недостаточно, чтобы следить за каждой волосинкой, каждой конкретной модели. Также по поводу того, что девочки наносили осветляющий состав 6 часов, девочки, это норма на различных мастер-классах по вот таким вот сложным техникам окрашивания. Я видела и по 5, и по 6, и по 7 часов наносили, даже несмотря на то, что там действительно был 3% окислитель, все равно из-за того, что мастер подходит, что-то рассказывает, объясняет, ставит руку, сам процесс нанесения, он безумно-безумно растягивается. И, соответственно, время выдержки порошка где-то около 60-70 минут, в общем, да, но вместо этого, вместо часа вам будут держать порошок 6-7 часов до тех пор, пока там ученики не наберут все пряди, да. По поводу того, что у нашей героини сегодня на голове, то я так и понимаю, он делает что-то типа начеса или эртача. В целом любые техники окрашивания, связанные с осветлением порошком, они, ну, как бы крайне драматичны, у нее где-то отросших 5-7 см своих натуральных корней, и дальше у нее уже этот блонд с такой базой достаточно легко сделать практически любое сложное окрашивание. 6 часов уже здесь сижу. Смотрите на меня на голове какая здесь елочка. Они пошли курить, девчонки. Я не знаю, что со мной сейчас будет, но вот этот пакет защищает от того, чтобы, ну, короче, лучше его под руками пробить, но это ужас. И сейчас похоже на Мавенка Кузю, знаете, из мультика. Здесь видите разные схемы. Вот последняя схема была квадрат, а эртач делают по такой схеме. Но мне сказали, что с моими волосами, потому что у меня пушок, мне нужно только аэртач, выдувание феном делать. Так что вот, и так как волосы стыли, это самое идеальное для меня. Но пообещали, что это окрашивание будет держаться 6-8 месяцев, то есть они будут спокойно отрастать. Но что-то я сомневаюсь, я так подозреваю, что у меня в конце вообще отвалится. Не знаю, посмотрим, что будет в конце, но там еще добавляли какое-то защитное средство. Давайте еще покажу вам немножко. Ай, разные средства, пожалуйста. Расческа с волосами, как это страшно, ребят, на самом деле. Здесь, конечно, очень много всего, разных красок. Посмотрите, сколько сертификатов. Конечно, из того, что я вижу, то на голове ничего приличного не получится. Очень большой отступ взяли ученики от ее натурального корня. Соответственно, у нее вот этого вот красивого эффекта свежего эртач, конечно же, не будет. Потому что отступ очень-очень большой. Но я так понимаю, что у нее верхушка просто недостаточно отсветлилась, недостаточно выдержали. Поэтому они решили второй раз бахнуть порошочек, потому что иначе я не могу объяснить, зачем мастера сняли фольгу. Вот, по поводу косметики, на которой работает мастер, в целом уходовые средства здесь хорошие. Я имею в виду бренды Альтер Эго, Шварцкопф, Вэллу я там и смотрела. Но вот, когда девушка зашла в вот эту парикмахерскую подсобку, я смотрю, что мастер работает на лонде. Девочки, лонда, эта краска, наверное, одна из первых, которая появилась в период перестройки. Да, и бренд лонда, он вообще достаточно древний, ему там чуть ли не 80 лет. И в целом, если мы говорим про ценовую категорию, то эта краска вообще считается средней ценовой категорией. На самом деле, Вэллу и Лонду, вот эти бренды, да, их делают на одном заводе, у них очень-очень похожую палитру. Только Вэлла это типа высокая его качество, да, линейка. А лонда это бюджетная. Кстати, история, что мастер-преподаватель берет хорошие деньги и при этом красит моделей, обучает, да, своих мастеров на лонде. Ну, как бы, это краска, которая, ну, немножко дороже, чем у стель. Наталья Шаповалова, посмотрите, сколько много раз. Вот, вот мойка и вот столько фольги. До меня девочка была, ей пятна исправляли, но сделали супер-классно. И вот после меня еще фольга осталась. Так что, вот, тут телефон, тут. Так что, вот, жду результат, что получится, я не знаю. Ну, видите, опять белая, не знаю, чем затонирует меня. На улице, видите, уже темень. Зеркало. Так, где какую кнопочку-то еще раз покажи. Все, 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 от съемки идет. По поводу того, что девушка волнуется, что у нее отпадут концы, так, это неудивительно, потому что ей нанесли состав не только на вот эту отросшую часть, да, и не попытались соединить с бондом, а ей бахнули везде. И на натуральные волосы, и на уже осветленные. В целом, у нее достаточно сильно были осветлены волосы, с которыми она пришла, да, на этот мастер-класс. Я, как опытный мастер, говорю и советую такого никогда не делать. Ни в домашних условиях, ни как бы следить за своим мастером-парикмахером, когда он вам делает сложную технику окрашивания. Просто потому, что в среднем обычный славянский волос выдерживает два осветления по длине, и дальше у нас он ломается, и у нас чудом происходит каскадик. Покажи, все, 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 от съемки идет. Закрывай глаза. Это разворачивайся, скажи, куда открыть. Открывай. О, офигеть. Вот тебе вот реально пепельный цвет вообще не придется. О-о-о. О-о-о. Столько времени не промыть. Вот именно вот эта розтипь, она у тебя будет носибельность достаточно очень долгая. Матерь, чуть-чуть, если смоется, будет вообще шикарно. Вообще будет шикарно. Блин, вообще, вау. Вообще круто. А, ну, в целом, результат, который мы видим, он достаточно неплохой, но, опять же, нужно учитывать, что в салоне красоты здесь еще есть такой момент, как то, что здесь хорошее освещение, да, здесь сверху и очень сильно светит кольцевая лампа. Я вот снимаю вам видео с вот такой вот кольцевой лампой, я знаю, насколько же сильно она меняет вообще оттенок. Но, как мы видим, наша модель, она уже недовольна, и она объясняет, почему. Девушка, которая 11 лет опыта, она правильно делала начес, все у нее получалось, и мастер говорит, все, окей, хорошо, ты делаешь нормально. Девушка, которая справа один год опыта, чувствовала, что она, ну, не готова, не готова она делать такое окрашивание. Понятное дело, что она должна учиться, но прежде чем ее допускать к живому человеку, мастер, который проводил мастер-класс, должна была показать ей где-то на натуральных прядях. Я не знаю, на искусственных, конечно, нет смысла показывать, в натуральных прядях, на манекене с натуральными волосами отработать технику начеса. Вот не было у нее, она неправильно делала начес несколько раз, она ее исправляла, переправляла. Она прядь начесывала, потом расчесывала, потом опять делала начес, расчесывала, то есть это по несколько раз, раз по пять она делала начес, у нее не получалось, она вычесывала. Я просто вообще в шоке, когда модели, знаете, после всяких мастер-классов, они рассказывают, что на самом деле к ним-то не нужно было подпускать новичков. Наверное, нужно было, чтобы лучшие парикмахеры страны приехали и красили модели за 2 500 рублей, да, и настолько заплатила у нас девушка. У меня всегда это вызывает большое возмущение, потому что в целом, когда вы идете моделью, вы идете на осознанный какой-то риск, да, и вы знаете, что на вас будут учиться, на вас будут практиковаться. И очень многие девчонки, да, они возмущаются, говорят, ну почему же они не отработали эту технику на каких-то манекенах, на каких-то париках, на каких-то натуральных там волосах, да, но не на живом человеке. А зачем вам отрабатывать на живом человеке, если есть очередь из моделей, которые вот для того, чтобы сэкономить, хотя это сомнительная экономия, да, вы потом больше потратите на уход, на расчески, на витамины, на то, чтобы отрастить как бы то, что вам сожгли. И тело куда-то потерплю, сейчас я тоже хорошо все сделаю, в общем, девчонка довольна, значит, у меня все будет ок, в общем, у меня такие мысли. Далее, значит, она ее идет, фотографирует, девчонки работают, потом делают ей кудри в этот момент, когда меня надо мной работают. Уходит девочка, довольна, значит, все. Конечно, мастер, уже видно, что она сама устала, она, конечно, 100% не стояла над расческами, не смотрела, не стояла, ну, конечно, поправляла, говорила, но она, конечно, в телефоне сидела, прямые танцляции проводила, это было, да, не без этого. Сама мастер была очень груба, то есть она жестко как-то кричала, но я думаю, ладно, у каждого свои методики, будешь мямлить как-то, да, возможно, не будет эффекта, поэтому, ладно, я сидела, молчала, смотрела на это все. Девчонки ее там сильно не грузили, они работали, мне кажется, они ее даже боялись, не знаю почему, мне кажется, они должны были выжать все вопросы у нее, все, что им непонятно. Видно было по девушке, которая проводила мастер-класс, что она такая самоуверенная, с завышенной самооценкой, ну, такая, с характером. С 3 до 10 как раз вот было осветление на моих волосах, заднюю часть волос, конечно же, снимали раньше, носили маску, я сидела с маской и работали на остальных частях волос. Ну вот, как раз-таки это классическая ситуация, про которую я говорила, из-за того, что одну модель, иногда 2 или 3 мастера делают, потому что техника начался, или AirTouch, она очень чем-то подобная, она очень длинная, да, особенно когда человек только начинает обучаться парикмахерскому ремеслу, да, либо даже если он уже специалист, все равно первый раз, когда вы что-то делаете, да, какую-то технику окрашивания пробуете, какие-то новые миксы, все равно это дольше займет по времени, чем если ты уже 200 раз это сделал, да, и классно, круто отработал. По поводу того, что девушка много раз набирала начет парикмахера, подходил, да, и расправлял, у меня точно так же было на первом моем большом дорогом мастер-классе, который я посещала несколько лет назад, да, по поводу начеса, это на самом деле очень важный момент, и не так просто правильно взять и начесать пряди, и у меня тогда ушло, вот модель, которую мы делали с другим парикмахером, ну, наверное, 7,5 часов вместе с тонированием, безусловно, мастера, которые находятся на мастер-классе, они сильно не переживают за состояние волос модели, потому что это не их головная боль, да, это не их клиенты. Как бы считается, что у модели это клиенты, как бы мастера-преподавателя, а то, что на них ученики что-то отрабатывают, ну, это как бы такое. В целом, у меня на обучении было то же самое, то есть, если я где-то неправильно делала начес, мастер это видел, он подходил, расправлял, делал снова, он снова расправлял, ну, то есть, на одном пряде мы по 5-6 раз могли сделать начес. В этот момент решила и поняла для себя, я никогда не пойду моделью никуда, ни на брови, ни на губы, ни куда-то еще, потому что лучше я заплачу свои деньги в полную стоимость, но зато я буду уверена, что ко мне будут отношения как клиенту, а не как живому манекену. Чем больше ты будешь смывать, тем больше он будет раскрываться. Он будет такой же чистенький, кажется. Он будет чистенький, у нас фон осветления чистый. Иди, я тебе сфотографирую. Я сфотографирую с этим. Хорошо, хорошо. Так, где мой телефон? Привет! Что, тоже плачет или нет? Нет, это же не национально. Я что-то смотрю, глазки вытирает. Она губы красит. А, ну что? Смотри-ка, проснулась уже. Уже не спит, не злится, ногой так не дергает, так не сидит. А волосы, почувствуй состояние волос. Лен, какие тут волосы у меня губы. Ну, конечно, сейчас еще и пюре. Ну, в общем, вот так вот это все выглядит. Ну, пепла много. Подсмоется, я думаю, что будет чище. В общем, будем смотреть, что будет дальше. Все, я пришла домой. Ну, вот сейчас я вам покажу, что получилось в итоге. В целом, неплохо, да? Ну, вот здесь вот идут у меня пятна, прям такие серые. Залом у меня от пальто. Мне вообще выпрямляли утюжком. И брызгали еще кератином, чтобы волосы были такие гладкие, шелковистые и так далее. Ну, на ощупь приятные. То есть, ну, после салона всегда приятные ощущения. Вот. В целом, вот этот результат визуально, не поднимая волосы, выглядит очень даже прилично, с учетом того, что девушка заплатила за него 2 500 рублей. Очень даже неплохо. Но давайте посмотрим, что произошло спустя сутки. Волосы. Только близко не снимай, стой там. Не надо близко показывать. Просто стой, меня видно же так. И давайте я вам покажу. Это значит, вот. Коммерческая зона мне сказали, ну, обучали они там. Ты просто стой, держи, Артем, я буду показывать. Сейчас я разделю ровно прядь волос и покажу, что там внутри творится. Что делать? Видишь, что-нибудь? Да. Что ты там видишь? Я вижу, что там чернота, рыжая. Я снимаю камеру и я потом себя спрошу, то сейчас не то смеешься. Вот видите, да, что у меня на голове? Видно, да, волосы, Артема? Да. Вот это все красота. Вы видите, да? Сейчас я еще лицом к вам сяду. Вот давайте еще выше покажу. Пятна есть? Пятна есть, очень много. Вот. Видно, да? Да. Только не тряси камеру. Здесь фиолетовые волосы, видите? А здесь синий, серый, серый какие-то. Здесь идет полоса, видите? Это просто поиздевалась надо мной, я ничего плохого не сделала. А тут что? А тут? Гвуль. Вы видите? Как, тебе нравится, Артем? Это ровно? Красиво? Не. Вот так вот. Девочки, я в шоке от того, какое это психологическое давление она оказывала только что на своего ребенка. Вы знаете, у меня было впечатление, что сейчас будут отчитывать меня за то, что я неправильно камеру держу. Но в целом, если мы смотрим на результат, да, то в целом девушка говорит, я тут увидела пятна, я увидела полосы, понятное дело, что возле затылка, да, волосы не должны очень близко прилегать. Я так понимаю, девушки делали смешанную технику, то есть начес плюс эртач. Эртач вот здесь вот вверху, здесь видны меленькие-меленькие такие прядки и сверху все смотрится красиво. Да, снизу виднеется такая более рыжеватая какая-то полоска и в целом корни в студии казались серые, такие русые, здесь же они кажутся какими-то баклажановыми. Смотрю в зеркало и вижу, что на голове-то у меня фиолетовая вся. И меня опять же не парит этот фиолетовый цвет, но парят пятна. И она говорит, ну что говори, я говорю, ну что тут говорить, я говорю, это ужас. Она такая опешила и на меня посмотрела, ну как бы, а что ты хотела? Ну на фото же будет нормально смотреться. Говорит, не, не на фото надо, я в жизни хочу нормально выглядеть, я не хочу ходить с пятнистой головой, с полосатой, с рыжей. Не ожидала, что я так скажу, видимо, ждала, что я скажу вау или что, я не знаю, каких слов она от меня ждала. Она говорит, это ровное полотно, мы у тебя выровняли цвет, это очень красивый цвет. Я говорю, вы мне это говорите, что это ровное полотно, я сама пять лет себя красила и знаю, что такое ровное полотно. Она не ожидала такой реакции от меня. Вот эта фотография, которую я предоставила девушке, да, вот где мы просто видим статично это окрашивание, возможно у нее что-то с камерой, не знаю, с цветопередачей, но видно, что корни никакие не баклажановые, как я утверждала до этого, да, видно, что они просто такие вот больше сероватые, да, и сероватый оттенок по длине, но никакой вот прям сильной катастрофы, кроме отсутствия какого-либо вменяемого перехода, я здесь, честно говоря, не вижу. Но по поводу того, что модель как-то возмущается и говорит претензии мастера, ну, понятное дело, что и мастер может сказать. Это не он конкретно делал эту работу, да, делали его ученики, и девушка до этого говорила, ей кажется, что мастер, он должен отвечать вообще за каждого ученика. Да, ну, как бы суть в том, что мастера, которые пришли обучиться на мастер-класс, им вообще, ну, честно говоря, фиолетово что-то получится по итогу, да, должно получиться красиво. Они должны не сделать красиво конкретно эту модель, а отработать навыки, как раз-таки вот этот вот начес, да, чтобы это все правильно и хорошо смотрелось, да, чтобы они в дальнейшем могли уже совершенствовать этот навык, да, навык окрашивания и делать это уже на своих клиентах. Но, как бы, задача отпустить на 100% довольную модель, ну, как бы такой ни у кого не стояло, и, понятное дело, когда на тебе обучаются люди, которые первый раз это делают, ну, может быть, все что угодно. Ну, если хочешь, чтобы я тебе это исправила, плати мне 9000 рублей и готовься еще на 6 часов. Вот такие слова она мне сказала. Человек, у которого я была моделью на мастер-классе. Я этого вообще не ожидала. Я говорю, мне сейчас нужно куда-то идти. Ну, садись, это будем переделать. Я говорю, опять переделать? Вы так с первого раза, вы мне сейчас ничего не сделали. Куда, чего переделать? Я говорю, буду искать место, где мне это исправят теперь. К вам я уже больше не сяду. В общем, она мне швырнула 2500 рублей на стол. Я, естественно, их забрала, потому что мне, ну, куда-то идти надо платить сейчас деньги, неизвестно сколько, чтобы все это исправили. После этого, конечно же, я вся на стрессе, меня вот так трясло. Она мне еще пригрозила, кстати, когда она наносила мне краску, сказала, давай без стори, не будешь ничего снимать в Инстаграм. То есть, она рассчитывала на то, что это не будет подлежать огласке. Вот что она ожидала. Но она не знала, что я блогер. Она узнала уже после того, как я вышла вот такая вся на стрессе и давай снимать в Инстаграм, все выкладывать. Девочки мои, ну, понятное дело, что мастер отдал деньги, лишь бы просто не связываться с конфликтной моделью, но кидать какие-то предъявы мастеру-преподавателю, ну, мне кажется, вообще не совсем корректно. Это же не он конкретно зарубил тебе это окрашивание, да. И следующий момент в целом ожидать салона работы, когда ты идешь моделью, себя беру только за расходники, это достаточно глупо. Да, где-то в идеальном каком-то мире, может быть, и должны мастера там каждой вашей волосинкой, да, дорожить. Но, девочки, давайте посмотреть на вещи объективно, идти куда-либо моделью, вы всегда на себя берете риск. И процент того, что, возможно, не получится, он намного выше, чем то, что у вас все получится, и вы как бы очень здорово сэкономите. И вообще экономить на волосах как бы крайне плохая затея. В инстаграм говорит, что я плохая, что я актриса, что я играю, что, видите ли, я такая скандалистка. В форме парикмахеров нашего города начала говорить, что я мошенница, берегитесь парикмахер. И теперь мы с вами будем смотреть те самые знаменитые stories, которые опубликовал мастер. Смотрите, вот эта девушка, запомните ее лицо, смотрите, что она про меня тут снимает. Так, вот она вчера веселилась после того, как все это прошло, да? Так, сейчас. Вот, просто. Она мне так получится, я просто не буду унижаться до ее уровня. Видите, веселится, хорошо. Как вы знаете, у меня было вчера обучение по мастер-классу. Вторая модель пришла, такая вся няшная. Вторая модель пришла, тоже такая вся. Какая лицемерка. Какая хорошая, вся милая, замечательная. Опа, тихо, Артем. То есть, я изначально сказала, это будет отработка. Как вы знаете, отработка модели, это... Сегодня она мне пишет, что она вся в пятнах. Хорошо. Я говорю, придите, пожалуйста. Я же ее все лея, на чугле. Очень нехорошая девочка, мне показалось. Чай, путь, и все дела. Я молчала вчера. То есть, обращаюсь... Сегодня рот открыла, я плохая стала. Получается, что модель платит 2,5 тысячи за отработку. Ну, хоть созналась. Соответственно, когда я ее перекрасила, цвет получился, мне очень понравился. Но она давай рыскать. Ей понравилось. Класс. Начала рыскать какие-то... Сейчас я оставлю фотографии после. Меня муж фотографировал только что. То есть, я ее просто затонировала, сделала раздяшку, сделала красивый цвет. Очень красиво. Истерику не катила. Я говорю, что это такое? Она начинает мне закатывать истерику. Истерику было нереально. Да, конечно. Я не узнала. Это другой человек абсолютно. А что она хотела? Что, казать, супер, что ли? Врать? Я не умею брать. Она вернула. И начала истерить все мастера говно. Я не говорила такое. Тоже и мастер говно. Я говорю, никому не верю уже. Куда мне идти? То есть, она начала просто меня поливать всеми, все, что у нее накопилось. Хотя и значит... Хочу предупредить всех мастеров города. Истерегайтесь таких людей. Какая крайне красивая она. Просто. Лучше не связываться с такими людьми. Это опасные люди. Я же еще плохая. Я сейчас вообще прям расстроена. Угу. Актриса. Сейчас просто... Что, что не улыбка? Этот человек меня поливает грязью. Я? Вообще спасибо. А то совсем бабусело. Это жалко. Вот, смотрите, она меня полосит сейчас просто. Смотрите. Отправляла слова благодарности. Ну да, как бы. Я ночью, что, соображаю, что ли? Пришла домой до спать, легла. Утром стою. Ё-моё. Смотри. А так, наверное, было лучше. Пишет. Ди-500 за потраченный материал я вернула. Ну да, вернула. Я ничего не говорю. Дальше. Типа халява. Чего она? Я рукожопка. Смотрите, она меня смыта в мои ролики. Человек, который красится для масла. И что? Я вообще... Людей учу, а вас учите. Девочки, как я люблю вот эти вот публичные разборки между мастерами и клиентами. Но объективно говоря, то, что получилось после мастер-класса, выглядит намного приличнее, чем то, что у девушки было до. Это факт. Да, потому что до вообще непонятна какая-то смесь милирования желтенького седины и очень отросших корней. После выглядит как AirTouch. Да, понятное дело, что если мы прям совсем присмотримся, да, там виден вот этот вот такой вот желтоватый переход, это как раз таки из-за того, что либо фольга где-то стянулась и сам состав остался, да, на открытом воздухе, либо просто недоосветлили в этом месте. Но мастер... мне было очень тяжело слушать мастера-парикмахера. Мне было интересно, что он скажет, потому что девушка постоянно перебивала, вставляла комментарии. Как бы я уже, знаете, в каком-то оторопевшем состоянии от этих комментариев, но тем не менее. Я понимаю, да, что это не тот результат, который бы хотелось, но вот те фотографии, когда она показывала свои фотографии, то в целом переход есть. Да, он есть на основных зонах, то есть на коммерческой. Снизу его, понятное дело, нет, но как за 2 500, плюс с учетом того, что мастер ей вернула деньги и это окрашивание досталось ей бесплатно, это очень-очень даже прилично. Ну, то есть у нас в Киеве, допустим, за такую стоимость можно только корни в один цвет и один сантиметр покрасить, а тут как бы целое окрашивание с осветлением. И, кстати, очень многие модели считают, что типа с них берут там деньги, что они что-то платят, девочка вы платите просто за расходные материалы, то есть как бы за работу мастера вы не платите, поэтому для меня вот эта ситуация, ну типа такое себе. Вы заметили, что мастер парикмахер говорил, что девушка-модель, она обвиняла, в общем, всех парикмахеров мира. И давайте послушаем эти прекрасные обвинения. Я работала 9 часов, я просто работала манекеном, за это должны платить деньги, но с меня она еще взяла деньги. Ладно, она мне их вернула, но а смысл быть вообще моделью, если тебя вот так вот поизуразовались над тобой, попортили волосы, ну это вообще бессмысленность просто моделью участвовать. На мастер-классе модель за свою работу должна либо получать деньгами, чтобы могла потом это все исправить, либо получать хороший результат на своей голове после этого окрашивания. Если модель она фэшн-модель, то она хотя бы либо деньги получает, либо она одежды получает. Как мне нравятся вот эти вот фантазии клиентов, модели, да, что они еще денег должны получать. Ну, наверное, еще ключи от квартиры должны выдавать, да, если вы были моделью на мастер-классе, девочки. Как бы спрос рождает предложение. Если будет большое количество девчонок, готовых идти бесплатно, то почему тебе конкретно должен мастер что-то платить? У меня абсолютно непонятно вот эта риторика, что вот там каким-то именитым моделям платят. Ну, так, во-первых, они и выглядят по-другому, во-вторых, у них работа в другом, да, заключается. И опять же, я знаю не понаслышке, на всяких выставках типа Интершарм моделям тоже делают просто криповые какие-то прически с кучей лаков и так далее. Туда берут девчонок только с натуральными длинными, не пористыми волосами, вот им за там целый день в мастер-классы могут заплатить 100 долларов. И потом они этот лак вымывают у себя дома. Точно так же платят иногда действительно на вот таких вот выставках девчонкам, которые идут моделями на стрижки, но стрижки очень часто выполняют всякие иностранцы, они всегда делают только одно, это разновидность каскадика, где у вас будет 100-500 слоев, то есть там за это за стрижку могут вообще ничего не заплатить, типа бесплатно тебе стрижет, да, очень классный мастер, либо там заплатят 20-30 долларов. Ну, как бы ни про какой заработок именно моделью в сфере волос здесь вообще речь даже не идет. Я крайне возмущена тому, что она подпустила к моим волосам человека с маленьким опытом. Почему? Я сама лично, прежде чем нанести себе на волосы какую-то краску, не важно что, я сначала попробую на натуральных прядях, которые у меня лежат, дома лежат в шкафу. Ну, в смысле, почему она подпустила человека с маленьким опытом, да она с нулевым опытом может взять какого-то бомжа Васю с улицы, если он ей заплатит там, я не знаю, 15-20 тысяч рублей и обучать его на моделях, это вообще не запрещено, это достаточно распространенная практика и справедливости ради у девушки не какой-то ужасный, кошмарный результат, да, он может быть немножко темноват, но сверху у нее выглядит все хорошо, снизу да, они идеальны, но и эта работа досталась ей как бы бесплатно. Махеры, дорогие, почему вы на друг друга не экспериментируете? Почему вы берете посторонних людей и на них проводите эксперименты? На моем месте мог быть любой человек, любая девчонка, возможно, школьница, возможно, с натуральными волосами, как бы она потом пошла бы, представьте, на выпускной, ну, допустим, такая ситуация, ну, это ужас, и она потом бы, возможно, не пошла бы к ней, она бы пришла домой и рыдала, просто рыдала, раз она видела косяки, она должна была мне хотя бы сказать сразу про мастер, после мастер-класса сама, Лена, у тебя там косяки, давай ты завтра придешь и мастерам тоже сказать, ребята, вы накосячили, давайте все это теперь будем исправить, потому что это, это ужас, этого не последовало, я просто... Боже мой, что это вообще за фантазии такие у модели, чтобы все мастера, которые заплатили деньги, пришли и бесплатно трудились на ее благо, просто потому, что она решила сэкономить, это вообще что-то невероятное, я никогда не видела такой наглости в фантазии, почему мастер не приказал всем мастерам, которые заплатили деньги, да, они же там не на каких-то добровольных началах тебя красили, тогда еще, да, вопрос как-то можно было бы урегулировать, но так люди заплатили деньги, они на тебя обучились. И все, я понимаю, что многим клиентам хочется, да, чтобы мир был идеален, и чтобы все за все несли ответственность и корпели над каждой волосинкой, но давайте смотреть реально на вещи, как бы, что будет с волосами модели, мало кого интересует. И дальше у нас будет жаркая тирада о том, что парикмахеры там вообще-то обнаглели. Как мы забавно перешли от того, что мне испортили волосы, до моей миссии в этой жизни. Мне кажется, еще немного, и девушка может основать какую-то свою собственную церковь. И дальше мы продолжаем заговор против парикмахеров. Девочки, задумайтесь, почему ни одного мастера на голове нету такого модного окрашивания? Вот я сколько смотрю, вот единственный там мастер есть в инстаграм, вот я подписана, а у нее есть такое окрашивание. Всех остальных я вот смотрю, но нет у них. Я неоднократно уже говорила о том, что сложные техники окрашивания крайне и крайне травматичны для ваших волос. У меня есть два отдельных видео. Одно про техники начеса, а другое видео про разоблачение окрашивания в стиле AirTouch. И в целом, действительно, большинство мастеров просто однотонный блонд или однотонный там окрашивание, какой-то темный оттенок, во-первых, потому что это можно корректировать самим, да. Я вот, допустим, не доверяю другим мастерам и парикмахерам, потому что я знаю, как они работают, либо я вижу, как они это делают, да, с клиентами. И в целом очень многие даже просто не могут нормально отцелить корень. Темные волосы, рыжая полоса, светлые волосы. Здесь еще, ладно, они вообще длине светлые, это на затылке. А выше, знаете, какая картина? Темные волосы, рыжие, потом белые, ну, такие светлые, а потом желтые концы, вот здесь вот желтые идут. Сейчас выпрямлю тюжком, а не, без укладки сейчас. Все вообще сразу видно будет. Красота у меня такая просто. По поводу самого результата, да, но только уже при дневном освещении, без всяких дополнительных ламп. Но в целом, да, есть некие косяки. И на мой взгляд, самый главный косяк, это очень-очень большой отступ от корня до непосредственно самого блонда, если блонд был бы выше. И даже если бы был затемнен корень, девушке бы не казалось, что все так ужасно, да. А вот этот вот отрожший корень, он создает какое-то, знаете, такое грязное ощущение. Грязноватых волос. Но в целом, вот когда она рассматривает, да, там коммерческую зону, где есть вот эти мелкие прядки, и все смотрится очень даже неплохо. Понятное дело, да, что хотелось бы лучше, хотелось бы идеально, хотелось бы как на фотографиях, но нужно понимать, что это окрашивание, которое досталось бесплатно, да. Девушка как бы выклинчила денежки у мастера, мастер ей дал, чтобы не связываться с настолько конфликтной клиенткой. Да, это не идеально, и тут есть какие-то косяки, но в целом никакой катастрофы, кроме небольшой вот такого недоосветленной полосы, я лично не вижу. И мне кажется, из-за этого с мастером-парикмахером точно не стоило бы ссориться. Да, особенно если ты была моделью, и тебе вернули деньги, когда ты был недоволен результатом. Более того, мастер еще взяла и начала исправлять эту клиентку, затонировала ее повторно, да, повторно потратила на нее свой материал, и клиент все равно остался недоволен. В общем, кошмар какой-то, а не ситуация. Напишите, пожалуйста, что вы думаете. Всем спасибо за просмотр, всем пока!